А много денег надо? Например, сколько денег надо за вот эту информацию, что договоры найти? Нет, это консультация. Сколько дать консультации, если надо? Я всегда беру 400-500 рублей за консультацию, потому что больше у меня еще, как говорится, не дорос. Не дорос, пока еще старше. И начинает с ней уваливаться. Будет стаж, будет стаж, будет стаж, репутация, вот тогда можно будет. А как ты собираешься набить стаж и репутацию? Через действия, правильно? Не только через собирание денег, а вот, например, через боготворительную деятельность и не кажется, что это намного круче репутация. А еще представляешь, ты в Казачестве делаешь. Это, короче, юристом стать. Делаем, делаем, делаем. Юристом казачеством, понимаешь? И то же самое, допустим, если юрист, начинаем с завода какой-то играть. И на церкви, там, храмах. Можем, да. Подумай. Подверг, как не юристу, куда же за такое предложение, они, кажется, с тебя 20% спрашивают. Нет, и самое главное, я же хочу, конечно. Диману, да, ты варианты разные. Дай мне, носки опять не взял. Так что, взял. А что не надел? С тебя 15 тысяч, гораздо же в месяц. Я же хочу, Гарри. Нет, ты согласен, если вам уже заключается договор, да? Например, вы хотите, идите на работу, вы хотите зарплаты, хотите себя визопатить. Ну, нормально. Пусть у человека не нужно. Нет, когда, допустим, сейчас куда-нибудь на место, вот, допустим, у бокала, ты чувствуешь, что работы нет. А вот, когда ты, например, устраиваешься на работу, сколько там человек на место, примерно, выходит, не знаешь? Ну, какой, заводы, какие-то вещи, организации, ищут юристы. Ну, сейчас, скажу честно, сейчас организации никакой юристы не ищут, потому что я узнавал где-то, потому что они все понабирали себе. И юристы сейчас, абсолютно учитывая нынешнее положение, делают, что я здесь снимаю. Правда, не понимаешь? Это главное состояние действие. Здесь надо трансляться в темноте. Как думаешь? Какие-то, мол, где-то, вот. Ну, короче, ладно, Александр. Сергей, вот вчерашние носки, которые ты мне давал, чистые, я их стирал. Молодец, положи в рюкзак. Вот в этом. Да. Вот там, да. А теперь переходим вообще на уровень. Вот в этом. Дальше разговариваем, да. Начинаем все так же. Все так же. Пойду-ка, я отсюда. Далеко, да. Пока есть, пока есть. Репутация. Это, Диман, это важнее всего. Выше всех всех. Репутация. Данила, давай, присоединяйся. Диндик. Успеешь? Не думай о них. Не думай о них, короче, похрани в голове графа обломого. Бесшумно. Давай развивайся. Бесшумно. Заниматься вместе. Черт. Бесшумно. Данил, сюда. Так же, ногами идет работа. И как ты видишь благотворительный договор? Договор о сотрудничестве в благотворительной форме. Я такой-то в течение месяца, столько раз провожу консультации. В благотворительной безвозмездной форме для участников Игоряского столичного казачьего общества. Ну, там, грубо скажем, раз в неделю люди приходят, ты с ними общаешься, а тебе это идет в зачет, как будто ты провел консультацию. И все счастливы, все рады. А глядишь, в рамках этой консультации, у людей возник вопрос, они захотят тебе что сделать? Прийти на личную, да, консультацию, уже оплачиваемую. Такое возможно? А? Такое возможно? Ну, я же говорю, думаешь. Что ты тупишь-то? Да, а ты сейчас... Ну, как говорится, еще прибавишь, да? Ну, как говорится, бабушка на двое сказала, верно, Сергей? Это не факт, что это зависит от твоей... Умение. Приблазить. Фу. Как ты и фу приподнесешь? И... Как ты приподнесешь информацию? Дарь, вот крутись. Крутись. Не знаю. Редина пришла. Как? Подумай, Дима, это репутация. Обдумать, взвесить, принять решение. На коленочке. И сделать как выгодно. Подумай. Конечно, не удивишься, что я пытаюсь заработать, правильно? Нет, я тебе говорю, смотри, вот как мы обычно делаем. Ну, примерно, где... Мы проводим благотворительные мероприятия, да? Много. Ну что, дома? За 4 года мы сделали больше 1000. Практически за каждое есть благодарственное письмо. Но... Это говорю про движение, да? Про клуб. Спортивно-культурный клуб вместе. Но бывает такое, что люди смотрят нас на этих мероприятиях и приглашают отдельно за вознаграждение провести семинар, тренировку, выступление. Поправить спину, что-нибудь подготовить, людей каких-нибудь, да, для чего-нибудь. То есть мы светим, делимся знаниями, а уже показываем, как говорится, да, товары, навыки лицом. А уже кому интересно, насколько мы хороши в той или иной области, уже кому интересно, они сами с нами заключают договора. Поэтому подумай, благотворить, то, что ты делаешь, что ты получаешь. На калинице встали? Пошли. Смотрите, и стараемся вминать. Вминать. А еще, когда идем, поднимаем ступни на пол. Может, не исключено, но ладно. Вот так вот, да, поднимаем их. Вот так же, ну, когда взяли только коленку. Теперь взяли одну ножку. Ну, посмотрим, давай, пожалуйста, будет еще вечер. Одну ножку за ступню. Взяли вторую. Вторую все обсудил попозже. Давай. Никогда не понимал, пока не сделаешь, не поймешь. Диман, заметь, ты мог бы стать гениальным юристом, вернее, гениальным проводником в области законов, если бы ты запустил себе токи. Ходим, ходим, я пока с Димой здесь пообщаюсь. Спина кривая, братан. Вот реально, из-за кривой спины ты не понимаешь, что происходит. Как надо поступать? Кривая спина приводит к кривым мыслям. Кривые мысли, это, знаешь, откидывайте, съедите, до конца доходите. Ты понял, какие кривые мысли? Прямая спина все тоже делает, вся та же благость дойдет, только ты еще получаешь славу. А в смысле, как понять, все тоже? Все тоже, все те же кривые мысли? Нет, 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 все те же мысли, только прямые. Все ту же благость. Смотри, человек с кривыми мыслями, допустим, который обманывает человека, он что обманом делает? Он пытается что сделать? Либо избежать ответственности, да, некой, он обманывает, чтобы не, ну, наказание не получить. Избегать ответственности за содеянное, за сказанное, за подуманное. Либо, наоборот, превознести свои действия. То есть, поняли? Он либо избегает ответственности, либо, наоборот, превозносит себя. В той иной форме это не хорошо и не плохо. Это сродни этому существу. Но можно все тоже делать, только с прямыми мыслями. Как это? Это реально делается в поступке без обмана. Вот как человек обманывает, так же он делает, только не обманывая. Например, сказал о себе, что я вот хороший там специалист в области рукопашного боя, нахвалился где-нибудь, елся. А прямая мысль, она делает так, что человек подтверждает, да, это своими навыками, умениями. Или, например, когда избегают ответственности, ты съел там конфеты, брал конфеты? Нет, я не брал. А человек с прямыми мыслями, он в самом начале подумает. Он реально подумает. Если ему хочется эту конфету взять, он скажет, да, я взял, потому что она мне понравилась. Это честно. Ничего за это не будет. А если даже будет, то ничего страшного. Кто там? Данила, кто там? Кто? Ой. Кто по твоему? Привет, дно. Кто такой? Это Стасян? Стасян, здорово, живем. Старший славным. Знакомимся. Идем дальше. Идем дальше. С прямой спиной более прямые мысли, да? Да не то, что более, они прямые и будут. Теперь смотрите, мы уже походили, теперь просто встали. Не ходили. Входили. Просто встали. Ножку обладать. Прическа, а? Кошма. Прическа. Это хитман. Ножку подняли. А, кстати, раз. Каз подняли. Под хитман кофе, да? Теперь смотрите, ножку подводим под тело, а ручку поднимаем, ножку под тело. И оп, рукой встали. Вот так, горочку. Теперь обратно, правую ногу, ну, опять нисходную, да? На спинку. Да. Сделали? Так. Теперь берем левую ножку. И пошел, Диман. Я еще раз. Да, еще раз. Бару раскладываешь, что ли? Только через другую сторону. Да. Да, через другую. Да, через... Я же честно делаю, брать не буду. Не знаю. И поехали. Раз. Два. Я сейчас собираюсь на небежу труда. Четыре. Устраиваться. Да, учиться. Учиться еще раз. Учиться на небежу труда, еще работал. Учиться кунг-фу? Нет. Ну, может быть, не кунг-фу. Кунг-фу юриста. Могу обучить кунг-чаку. Учиться я собираюсь на какие-то круги. Типа, значит, сварка. Газа-сварка. Короче, они тебя там съедят, одолеют. Мой тебе совет. Туда можно идти только, когда уволили по оргштатной. Поним? Если уволили, допустим, по причине, то тогда там платят пособие. Какое-то там, 10 тысяч, что ли. И потом тебе 3 месяца еще платят пособие, ну, просто так, да не стоит. Я в этом курсе учусь. Растекаемся по полу. Потому что, знаешь, вот ты смотришь, сейчас мы же сварщики, газа-сварки, электрики, монтёры, электромонтёры. Вот они сейчас нормально зашибают, у них сейчас всегда деньга есть. А это ты, фактистикой? Это ты, то есть, способен так анализовывать. Правильно, да? Ты искал, смотрел. Исказ, не валяешь. Ну, ты же знаешь, что сварщиком, зарабатывать деньгу, нужно быть сварщиком, который уже почти заработал... Стас расскажет, интересно. ...который уже почти заработал от 40-х сваркой. В свои 15 лет. В 15 лет надо проварить, чтобы быть сварщиком. Сварщиком ты можешь там стать, для того, чтобы на своей даче ворота сварить. Как вот я. Ну, я достал сварщиками подружки, а потом бы ходил. Потому что я родился сварщиком. Он в маске родился с этим сказочным. Да, у меня вниз висели нунчаки, сзади у меня сидёт Серёжа, на спине. И я ещё в руке держал весь мир вот так. И мама моя бедная, слава богу, что она меня родила. А потом она ещё родила с праторной. И ручками. И с мехом. А, как говорится, женская гениталия, кверху мехом. Здесь, Диман, тебе играет. Теперь надо вступить в станицу. И она тебе, станица, может помочь с этими курсами, с работой. Постоянно требуется. А, я помню. В станицу надо вступать. Там динамика идёт. Да, да. Люди постоянно. Работа есть, да. То есть там ты резюме, грубо говоря, оставляешь. Да. О себе говоришь. Да, характеристика называется. И ничего дальше не делаешь. А не исключено, что через там месяц или два дня или в Казахстане позвонят и скажут. А зачем это надо в станице? Ему? Станица. А, ты что, казаки? Это показатели. Это показатели. Это гранды. Государственные, федеральные деньги. Это гранды, что станица действует. Ему? Деньги нужны. А гранды? Гранды. Это гранды. Это проекты федеральные. Всякие. Я понял. Все на основе на материальном мире. По-любому, Стась. Конечно. Чтобы жить, надо есть. Чтобы есть, надо жить. Делаем, делаем, Денис Владимирович. А чтобы была еда, нужны деньги. А можно уметь зайца поймать веревкой. Если ружье пока еще не заслужило. Ножки, ножки, ножки. А можно зайцам ружье для шульки подводных добыть. Теперь, наконец-то, уважаемый Стасьян, я, конечно, за. Но где вы видите? Ближе к кругу. Рейки, горы, колеса полные зайцев. Щук. Проки на плечи, я думаю, положи. Нигде. Я к вам тоже. Держите, сдавай. Я с рыбалки. Немножечко, но там водочки. Я хотел спросить, да, я хотел спросить, да, у вас в этом внутреннем поставлю, что ли? Да, мы с альдратором пришли. Чуть дальше. Чуть от меня дальше, Сосан, что группа за крючах. За это? Вот, я хотел спросить, да, что ты выйдет у? А то по фамилию бах такой-то. Нет, вы спросите, да, мы-то дальше сюда не подходим. Скажи, пожалуйста, Сергей, а на по одному дежурит? И поехали на полный. Нет, 2 или 3 человека, они удерживаются. Нет, проклонника не вот так, не приседайся. Вперед, беред, беред, беред. Вот, на нас мы каждый друг на друге делимся. Поднимаемся. Нет, надо держаться. Нет, надо держаться. Не себя упирал. Заметил? Поднимаемся. А теперь смотрите, каждый из нас в таку стоит, должен попытаться по очереди до себя. Да, в середине и лбом. Давай первый покажу. Влад, святый, до свидания все, ребята. Сейчас, сейчас, счастливо. Да, счастливо. А тут рядом стоящий. Диман, подали секундочку. Потому что все другое надо. Другое? Рядом стоя. А, Диман, ос, доброго, благодарю, что пришел. Ну ты подумай то, что я тебе сказал. Ты запомнил? Я запомнил, ты знаешь, сам понимаешь, что каждый человек хочет, как говорится, где лучше. Ты все равно идешь сейчас в центр занятости. Ну да. Все равно идешь, что тебе мешает оставить свои документы в столицу прошения написать. Ну что, смотри, ну знаешь, что я, ну... 8 тысяч рублей в месяц, сутки трое. Дежуришь в храме. Человек хочет нигде лучше. Он хочет где сварщика. Он хочет где больше. Нет, я хочу где больше, да, где лучше. Где больше. Где больше. Ты уверен, что в своей квалификации сварщики тебе дадут возможность заработать больше? Я говорю учиться. Учиться. Ты за это будут платить? А, ты не учитываешь самый важный момент о времени, затраченном на то, чтобы потом разочаруешься и поймешь, что... Скажешь, вот ваша страха. Но ты потом не оценишь то, что ты можешь на своей даче ворота. Ты можешь твоей тещи на могилке сварить. Ну да я свой опыт рассказывал. А это храм, у нас это ближе к Богу. Это и есть взаимодействие. Нет у меня тещи пока что. Ну слава Богу. Ну у тебя есть стремление... Пара на пару. Разделились? Да, есть стремление. Да, есть стремление. Освобенно на пути. Какие стремления? Вот так, иди на гадо. Мы попрощались? Да. Все. Вот так, ножки не зацепились. А мы за другой. Ты из Данилы? А, я добавь с тремя. Давай. С тремя сразу? Давай я же с ним с тремя. С ним, с ним, с него, с него, с него, с него, с него. Что ты говоришь? Уже не говорю, наверное, на следующей неделе тоже. Ты можешь позвонить на этой неделе. Ты подумай сегодня, завтра, информацию включи в интернете. Да. Смотри-ка, возьмись вот так. Поехали, Владушку. Раз. Дурь, два. Три. Данюш, ты пока просто пресс-то отняй за деревяшку. Угу. Да, давай. Да, давай, давай, друзья. Что за хорошо? Ты не забывай. Ноги держи. Сцепи ноги. Сцепи, сцепи. Давай, давай. Сцепи. 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 Сейчас пока держись. Поделик. Добрый. Гляд, я посмотрю, кто мне звонил. А, тебе звонили. Только так ты повиснешь на горе. Ну, и все, подъезжай. Больше никак, короче, не будет. Давай, как блокно. Я тебя не осторожно. Сейчас позвоню. Висишь? В руку давай. Быстро, брат. Дай, ну, пойдем со мной погоди. Ты висишь с горы. А, понимаешь, что ли? Данила, ты висишь меня, если я тебя ногой держал. Пойдем. Ты висишь вниз с горы. Ты висишь. Ножками держись. Сцепи. Сцепи. За меня вот так. Дед, там. Сцепи. Нормальный? Ну, давай, я тебя зацеплю. А вот, смотри. Там, зацепи ступного. Теперь смотри, облокачиваюсь. Интересно, что это. Ну, что? Подъем. Перед собой. Раз. Должись. Два. Давай. Двумя. Три. Оп. Быстрее, быстрее, быстрее. Оп, что ты должен. Быстрее. Давай, пожалуйста. А сейчас, смотрите, стоит, еще вот такую штуку покажу. Смотри, что я делаю. Ты стоишь здесь. Моя задача, когда я поднимаюсь, сначала пиляш. Вот он поднимается, я делаю, поднимайся на меня. Я делаю прямо на меня, сюда, глубже. Я делаю взмах рукой. Ты должен раз. Ну, допустим, так снял. Теперь, ля, сделал, лег. Нет, я лег, ты сидишь. Я поднимаюсь, делай рукой. Оп. Теперь ты лег. Поднимаешься. Пум. Нет, нет, ты стоишь. Рукой делай, рукой делай. Давай. Раз. Давай. Быстрее. Легли. Чик. Поднимаешься. Я. Допустим, все время я. Ложись. Все время сначала я делаю 10 раз. Поднимайся. Да. Ложись. Все время один делает. Оп. Быстрее, Дамил. Быстрее, быстрее, быстрее. Оп. Да, быстрее. Потом здесь. Да. Оп. Быстрее. Оп. Быстрее, 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 быстрее. Раз. Чтобы понять разность, нужно понять закономерность. и коварность разности и поймешь о том что закономерность нами непредсказуемая поэтому тренировка на одну сторону на одну сторону на одну сторону 10 раз вот это как раз у меня было так вот через осознанный от животного оттоп животного пытаются тебя как бы не смирить на спину ли вы что все на затылок ножки согнули это можно раз два три лотос что лечит он это ручки за ножки взяли ноги прямо вытянуты ноги прямо в коленах натянуты встали на носочки и теперь начинаем двигаться по кругу в правую сторону прыжками спинка прямая можно двигаться помогать стасян а что куртку не повесил не понимаю что куртку не повесил все равно не понимаю почему да почему не повесил ну потому что наверное по какой-то причине давайте выясним причину забыл не развернулись я попадаю стоит лучше задуматься а нужно ли выяснять причину откуда ли мысль о причине возникла почему стасян в куртку не стоп ножку одну в сторону ножку одну в сторону ах это не про меня это да что ж такое и поехали наклоны с одной ноги на другую присаживаем перекаты да с одной ноги на другую а вот они ты представляешь я думал они есть а они реально есть они есть да и центр тяж ниже три они есть четыре раз так аккуратней ставь два естественно три четыре раз два они ниже три вы руками давайте сюда отойдешь чтоб раз покрутил там головы да специальный друг об друга это как бы как-то рыбка которая маленькая она надувается а грудная становится да а теперь поделали так а теперь смотрите как делаем одну ногу оставляем где рука а другой ногу просто переходим раз два перепрыгиваем три четыре раз два три четыре два три четыре раз два три четыре вверх поднятое мы можем ее помогать раз два три четыре раз два три четыре раз раз два три четыре раз два три четыре раз два три четыре раз раз путь без рук дальше вы сами отдышались потому что это нам надо будет выйти на носочек и делать действия носочки отдышались ручки и раз два три четыре раз два три четыре раз два три четыре раз два три четыре классно да быстро локти колени а вы все проследили что сейчас было наше совместное взаимодействие локти колени можно слушать операцию поэтому пришли нам помогли именно взаимодействие как бы в тренировочном формате в тренировочном режиме а сам тренировочный режим и есть тот режим когда мы ножки натянуты бедра прокинуты доверяем наставнику мы же все пришли сюда не потому что нас туда времени попробуем по разному руки развести потому что обстоятельства вот ты правильно говоришь а теперь двигаемся как без ножек просто в хаотичном направлении есть такая трактовка бог бог это воля бога да но это опасно говорить потому что нет ножки натянуты этот человек сам должен понять в итоге потом он незаметно должен был должен понять что это была воля бога потому что потому что давай давай истинный воин света должен незаметно что делать да они как эти ножки отказались они как эти недостатки Степкин и этот ну не давай не осуждать пошли на локтях пошли на локтях осуждать нельзя ну как бы не осуждать это не нас анализируют нет это сейчас как бы анализ идет это информационный пространство оброс вот потому что опус защищала значит ага все на свете быстрее ползем 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 подразделение должно быть выстроено быть слажено ползем ползем а теперь стоп а теперь вообще ручки вот так раскинули по земле и ползем как для каждого для каждого вспыхнула вспыхнула ползем ползем бойцы ползем Данила ползем ручки ножки двигаются ручки ножки ты как будто под себя подгибаешь подгибаешь давай 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 таз а у него штаны неудобные вот он и филонит на спинку перевернулись на спинку ползем на спинку на спинку царапать боюсь коленки не поднимаем вот она и есть материя на спинку на спинку на спинку на спинку под которую мы подстраиваемся под которую мы подстраиваемся а Кирилл Новый кому звонит? мы попозже попозже позвоним сталь а тут одна спинку есть такая на Украине выпустившая серию гриб сталь ладушки анастасия пара пара ладушки с нами играешь? поехали он просто так похож на ладушки нет ладушки вообще ты с таким аккором стантеем ты помнишь как? показываю смотри перед собой правая перед собой левая перед собой две и поехали бам 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 сначала с медленной скоростью потом быстрая скорость вы приседаете двигаетесь левая правая две и смотрите на них левая правая две давай Дальше отошли друг от друга. На уровне еле касаясь. Поехали. Ритм сразу. Ритм побыстрее. Дверг. Правая. Левая. Дверг. Попадай. 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 Давай, давай, давай. Попадай. Присаживаемся. На колени приселись. Не останавливаемся. Делаем на колени.